Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я не могу подняться на пятый этаж пешком. Я пока еще ни разу у себя в квартире не был. Я живу там в постреле неподалеку. На нижнем ярусе, естественно. На второй даже не везу. Ну, я подумал, что раз так тяжело подниматься наверх, нужно просто как можно меньше спускаться вниз. Правильно? Логично. Поэтому я стараюсь не выходить из своей квартиры. Если у меня возникает какая-то проблема, я стараюсь ее решать, не выходя из квартиры. И я поэтому начал часто заказывать еду домой. Ну, то есть не надо идти в магазин или куда-то в кафе, просто тебе все привозят. Ну, я думаю, вы знаете, как работает доставка. Не знаю, с чем я тут вам описал это. Заказывали еду, наверное. Там привозят домой. Но вот в чем проблема. Я столкнулся с одной проблемой. Мне очень неловко забирать пакеты у курьера, потому что я прям вижу, как ему впадлу было тащиться ко мне на пятый этаж. Ну, они, знаете, они не скрывают своего недовольства. Ко мне вчера поднялся курьер и такой... Пришлось скорую вызвать чайку. Понимаете, скорая приехала, санитары поднялись и такие... Я еще все время заказываю одну Филадельфию. Стоит ли это того вообще? Ну, мне неловко перед курьерами, но я не знаю, что делать. Типа, что мне, не заказывать еду теперь? Мне уже все равно надо заказывать. Я бы давал им чаевые, но я расплачиваюсь картой. Сразу на сайте, в эти, через Apple Pay. И я не знаю, как в таких ситуациях давать чаевые. То есть, когда ты плачешь наличными, там все понятно. Ты даешь 500 рублей и говоришь, там, сдачи не надо. А когда ты заплатил картой, что я делаю? Странно будет, если он мне даст пакет, а я ему просто 50 рублей протяну. Типа, купи себе что-нибудь, курьер. Что любишь там? Пирожное? Мороженое? На. Не отказывай себе ни в чем. Ну мы пошли в любой двор посидим, блядь, охуенно. Ну что, женок, мы присядем в городе, на всей колене. Пиздец, тут до Таганки две минуты идти, блядь. Что если идти? Нет, вы полный идти. Вон Китай, город, вон Таганка, ты что смеешься? А это мы до Таганки, скажем, откроешься, блядь. А мы кто-нибудь Таганки? А вас кого я вас знаю? Что? Мне тоже интересно, кстати. Ну да, мы кто-нибудь Таганки. Там кальяны какие-то вроде бы есть. Там кальяны, да, есть. Там кальяны, да, есть. Там кальяны, да, есть. Вот так выглядит Страстной бульвар осенью в конце октября. Как вам осенний Страстной бульвар? Восхитительно. Восхитительно. А вам нравятся вот эти переливающие цвета с красного на зеленый больше всего? Да. А какие бы цвета сюда добавили, если бы... Никакие. Вообще никакие. Я считаю, что здесь достаточно. А эти убрали бы или они как раз к тему? Я бы убрала баджет. Это что? Это свет. Это свет. И здесь он присутствует? Да. А на какой он похож, если по-русски выражаться? Похож на очень яркий, очень насыщенный боливый цвет. Ага. А он в чем-то плох или просто не в тему? Субъективное восприятие. Субъективное восприятие. Кстати, а знаете набор цветов? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знакомое, да? Ну, знакомое, да, вот это сочетание цветов. Да. Вам нравится такое сочетание? Когда... Я просто недавно свой клип монтировал. Да. Ты знаешь. Да. Я просто недавно свой клип монтировал. И так получается, что... С девушками знакомиться. Я все думал, как мне, какое сочетание цветов сделать. А вот какие ваши три самые любимые сочетания цветов? Зеленый, красный, синий. Какие ваши самые любимые сочетания цветов? В три цвета. Кстати, а что за концерт? Может... Девушки, бегите, бегите. Ладно, да. Кстати, 3 ноября приходите в клуб Беги. А там у нас будет концерт. Мы организаторы. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Обязательно. Будем ждать. Для чего так доказываешь? Доказываешься? Ну, не всегда, но так, по настроению. Если вижу, что люди готовы идти на контакт, если их настроение позволяет, то можем завести какой-то диалог, пока кто-то что-то не напортачит. Иногда бывает, что я что-то напортачу. Ты сейчас снимаешь, да, это все? Сейчас, да. Сейчас я снимаю. То есть, получается, ты снимаешь только впереди что-то? Вот я просто заметил, что девушки идут, а ты вот так снимаешь. Ты снимаешь тоже. Видишь как, не каждый я любит, когда мы попадаем в кадр. Вот, например, буквально дня два назад, я не помню, как улица называлась, в центре Москвы, я шел с офиса дизайна, я там делал заказ, кстати, недавно заказывал с обедого стопка. Так получалось, что я просто, чтобы идти не в холостую, все записывал на видео, что-то комментировал, дорожку прохожих, заведения, рестораны и так далее. Ко мне подходит девушка, тоже она ко мне подходит. Я к ней подхожу, как обычно, она ко мне подходит. Ну, и у нас такой заводится диалог. Пятое, десятое. Такая тоже расспрашивает, а что ты снимаешь? Ну, я так объяснил, что прогулки по Москве в андеграунд формате, то, что никогда не покажут по телевидению, самые такие тайные места и так далее. Она говорит мне вопрос, давай я тебе сейчас расскажу. И давай что-то рассказывать мне про какие-то заведения, кто где живет, историю каждого дома и так далее. Когда я на нее начал камеру наводить, изначально просто камер на нее не смотрел, она говорит, пожалуйста, меня не снимай, потому что я человек медийный. Я сотрудничаю со многими диджеями Москвы, и мне не нужно, чтобы кто-то где-то меня заметил в каких-то определенных разговорах. То есть я тебе сейчас только наговорил, что пускай лучше этот разговор останется анонимный, от анонимного лица. Вот в чем прикол. И здесь с прохожими на самом деле так. То есть многие готовы к общению, а многие готовы от какой-то общения завести. Нам что-то налило. Они щедрые на какие-то рассказы, на какое-то общение только от анонимного лица. То есть реально многие хотят, чтобы их лица не были засвечены. А многие прямо наоборот говорят, да, вот я, сними меня, такое покажу. Если вы меня помните, я был ведущим в каком-то клубе и так далее. Вот. А тех тоже много. Но есть люди, которые готовы много рассказать, много показать, но чтобы их лица засвечена не было. На этом случае у меня есть медицинская масса. Да, я с собой ношу комплект, если вдруг какие попадаются. на 5-й этаж. А, да, да. И я подумал, что дай бог все сложится и я когда-нибудь приведу домой девушку к себе на 5-й этаж. И я подумал, что, ну, это... Ну, давайте просто представим, что я в клубе, познакомился с девушкой, уговорил ее приехать к себе домой. Я уговариваю почему-то. Типа, войдите в мое положение, дамочка. Совесть есть у вас? Ну, и мы приезжаем, да? Типа, на такси, пьяные, и нам потом пешком пидорить на 5-й этаж. Я просто боюсь, что пока мы идем, у девушки пропадет запал, понимаете? Что на этаже на третьем остановится, посмотрит на меня и такая, а игра вообще стоит свеча? Слушай, а покажи член сейчас. Сейчас. Я хочу понимать, ради чего я иду. Какой приз вообще меня ждет там? У меня не такой член, ради которого девушка пешком на 5-й этаж пойдет, понимаете? Я буду с вами честен. За моим членом, ну, вот, на Сокольный не впаду спустясь. На эскалаторе. А как вы делаете? Ты сам не будь, как вы делаете. Хорошо. Сейчас. Нормально? Спасибо. Давай сюда, сло. Чтобы спросить. В 21-е числа в 19 часов ДК Баумана будет концерт Александр Сеяр и группа ВАБА. Бесплатно. Ходите сюда. Я вам подумал, когда в Ватсапе просто отправитесь сюда. Просто там уже приезжают, там плачен концерт. А поэтому здесь не используется, где зрители уже никого не проверяют. То есть там примерно пол зала всегда. Ты не живешь? В Ватсапе понимаешь, что можно... Ну, примерно раз в Миссис Бауман здесь такие концерты проводить. Так что вот, если хотите, я вам отправлю сюда. Можете брать знакомых и удивить. На Таганке... Ну, ладно, там удовольствие стоит, блядь, итальяная. Здесь айфон? Здесь. Какой айфон? Есть я наставщика. Смотри, что ты махал. На Таганке есть итальяная. Ну, блядь, там надо... Там даже кинуть на connect. Там даже... Там даже не доводыша. Они не доволят, она не доволен. Дайте мне, пожалуйста, подним gas. Только чего ты не используешь до сих пор? Нет. А еще там просто демонстрировали... Сейчас подедем, сейчас поднимем. А вдруг, блядь, а что ли поедем... Блэдь, а потом поедем, дай пластинку. Что любовь, отдайте. Блядь! Сука, высокий спрон, блядь! Какой нахуй высокий спрон в Встресении? 244 рубля, пошел в банк! Так, ладно, у меня тут расчет 175 Зайдем, дойдем, бля Допустим, допустим Какая вам разница, здесь мы будем допустим Допустим, зайдем, 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 зайдем О, я вам французский стихи О-ля-ля-ля-ля-ля, пойдем Во благо Добрий, дед и тогда на ВОЦААП отправить На ВОЦААП, можно просто смс отправить И я вам пришлю все данные по концертам И вы тоже приходите, и вы тоже приходите на концерт Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот, встань лучше здесь, где-то, возле стенки. Многие ситуации могли бы быть фатальными. Но даже тогда мы не свокали, петали, мы стояли до конца и никогда не мемели. Намеле, намеле, не меняли алипе на рубли. Не в подвале, но и не под пальмами. Многие ситуации могли бы быть фатальными. Вот это еще корзинка для денег. Бабьте в шапку. Слушайте, я часто хожу в кафе один в последнее время. Как и любой человек в кафе, я какого-то хуя являюсь донором стульев для остальных посетителей. Ко мне подходят люди и говорят, извините, мы там дружные компании. Ко мне вчера подошел мужик и говорит, можно ли я у вас один стол возьму? Я говорю, да, конечно, он прямо из-под меня его выделил. Я на полу себе делаю свечи. Как она ведь, она ведь weiterhin согнут brancheю от этой белки, Ко мне теперь сегодня на его х Points, как вCL. Ко мне не надо выглядит, мне нет ничего не наessen. Понял со светом, через это же слово нашло. Мы куплены с термоядерных шоу. Забудь до лета старого рэпа, будет вижу еще, чем было до этого, вызывает шок Поток, строго как итог, полгубок, две и короли вступили на порог Засыпайте порох, нужен лишь уголек, чтоб этот порох поджег Я слышу шорох, хэншот, но сторож, что стережет, жидкий метод потечет Когда поставлю плечо, под РПГ и результат падет в общий зачет Сычок летит на свет, и знаете, горячо Все двери открываются только одним плечом И звезда че-то че, накрещенные огнем и мечом Я, например, очень люблю чай, но я не беру в кафе чай, потому что там нельзя взять чашку чая Там можно взять целый чайник А мне не нужен чайник, я не хочу платить за чайник, потому что мне нужна одна чашка чая И что мне делать, спрашивается в таких ситуациях Даже не могу подходить к незнакомым людям и предлагать им скинуться на чай, типа Любите Эрл Грей, у меня есть для вас выгодная тренажерка Фатай Биби Гир Музыка Мне друзья недавно подарили набор носков на каждый день недели. Такой набор, там 7 пар, типа на одних носках написано понедельник, на других вторник, на третьих среда, на четвертых четверг, на пятых пятница, на шестых суббота, ну и так далее. И я первую неделю носил их как положено, ну в соответствии с надписью, типа в понедельник те, на которых написано понедельник. Вторник, ну в среду те, которые в средах, ну поняли, вы поняли схему, давайте я буду на понедельнике останавливаться в следующие разы, ну а потом я их постирал и все по пизде пошло. Ну то есть я, понимаете, я просто носки, как стираю, просто беру эту кучу из стиралки и просто засовываю в шкаф ее, ну сушу, конечно, предварительно, а потом просто пихаю в шкаф все носки. Я не тот человек, который будет сортировать носки после стирки, типа понедельник к понедельнику, вторник к вторнику, не, я просто беру первый попавшийся. И сейчас так получается, что я ношу носки, ну, как пойдет, то есть я могу в среду надеть четверг и так далее. И я подумал, что я не хочу так в этих носках ходить в гости, вот единственное, что я понял, потому что, мне кажется, будет стремно, если я приду к человеку в пятницу в гости, сниму обувь, а у меня там написано вторник на носках. Там уже не будет вопросов, типа, у кого так ноги воняет, кто-то, понятно, у кого, да, вот же, человек три дня носки не менял, у него это задокументировано. Еще более странно, если у меня на одной ноге будет вторник, а на другой понедельник, как будто я в какой-то момент понюхал оба носка и такой, ну этот еще рабочий, а вот этот все, на покой. Спасибо большое, у меня все. Спасибо. Прими меня, комендант, прими просто так, выполни план, ты должен, слышь, не попади в просаг. Это косяк, комендант, журнал, не заполненный, поле пустое, это хуевая история. Вспомни, ты же обещал своей Оле в Патторию в ноябре, она на игле, хоть немного погреет кости, отойдет отдел, все, как ты хотел, съездят к маме в гости. На тебе же еще не один висяк, комендант, капитана не дадут, но ты чудак, да, чувак. Такими этапами тебе не продвинуться по служебной лестнице, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев. Это я тебе заявляю ответственность, скорее всего, тебя впоследствии разжалуют и привлекут к ответственности перед глазами ментовской общественности за бездействие отношений, не бестольных, по мнению следствия. Короче, я не продолжал бы заниматься этой деятельностью с таким характером, поищи себе применение в ЛГБД партии. Бравый парень, сотрудник Росбарки, где напористость, где стремление разъебать всех, все потому, что находясь в учебном заведении, наш бездельник пропускал пара неделями, а в это время полковник препод в академии разъяснял, что должен делать ты при исполнении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok